Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел, и мы продолжаем прохождение игры Secrets Files 3. Собственно, краткое содержание предыдущей серии привело нас к тому, что мы, собственно, оказались в Турции, как я понимаю. Ох, не очень я помню в каком городке. К сожалению, простите меня за это. Так, и, собственно, давайте разбираться, где мы, что мы, что мы делаем. У нас ночь, луна, как вы видите, в левом верхнем углу экрана. И, собственно, здесь, судя по всему, тоже кто-то был. Я понимаю, вот эти вагончики, это жилища местных археологов. Как сказать, жилища офиса, наверное. Ну, то есть такие передвижные, грубо говоря, офисы. Может быть, я могу подобрать что-то, что это? Обрывки бумаги. Кликал в левом кнопке мышки, выберите обрывок, перенесите его на круг со стрелкой. Ага, ну, видите, как я и говорил, это игра, собственно, третья часть секретных материалов, она пошла по стопам Лос Хорайзена. В принципе, это может быть и хорошо, хотя, не знаю, мне как-то классическая концепция Секрет Файл больше нравилась. То, что Лос Хорайзен, это Лос Хорайзен. Так, и, тем не менее, это у нас стандартный, да? Так. Телеграф. Так, это телеграмма у нас, да, судя по всему? Так, ну здесь вот картинку будет собирать, мне кажется, попроще, в том плане, что, как бы, она более такая целостная. Так, это куда-то вниз надо. Так. Ага. От кого? Ага, от МР. МР, я напомню, как я понимаю, коллега Макса. Сам Макс у нас, к сожалению, оказалось, задержан. Причём, как позже выяснила Нина, задержан весьма странными людьми, которые никакого отношения к силовым структурам официально не имеют. И, собственно, за что Макса взяли? Скорее всего, он знал, за что его взяли, но... Мне кажется, провернуть такую вещь, чтобы его убрали какие-нибудь иллюминаты и тому подобное... Мне кажется, у него ума бы не хватило самостоятельно это провернуть. Так. Тем не менее, это... Куда-то сюда. Так. Криво, криво. Сложилось. Извините, хотел поправить, не вышло. Так, это перед ногами, да? Да? Нет. Нет. Не сюда. Так. Кстати говоря, сейчас у нас... На момент записи у нас сегодня всё ещё... 23 февраля, собственно, данная серия выйдет в среду, но, тем не менее, весь служивый люд, который меня, тем не менее, смотрит... Поздравляю с праздником, собственно, тех, кто служил, кто собирается служить, кто так или иначе... Умеет отношение к защите, так сказать, нашей большой страны... Всех, собственно, с праздником. Ну, кто не служил, послужит. Кто не будет служить, ну... Не будет служить. В общем-то... У каждого по-разному бывает. И, тем не менее, мы картинку сложили. В общем-то, короче говоря, всех служилых с праздником. И хоть уже это и будет... Довольно-таки запоздало, но всё же поздравление. Вот. Так. В общем-то... Так, что за неурожай? Как это мне поможет найти... Точнее, как это Нине поможет найти Макса? Вот, давайте. Это не Макс. Эмре? Эмре Дардоген? Кто это? Что за звуки? Тихо, что за звуки? В заднем плане. Мы у нас были улетворечения на Парк Билли. По-за звуки. Мы были улетворечения. Ну, как это случилось, я тоже. Я видел улетворечения первое. Может, я могу тебе помогать. Окей. Это не будет легко. Ты есть план? Вы не сможете reach the underground part of the temple complex without the elevator. И у меня есть единственная ключа. The elevator is an excavation lot C. There's a map of the complex in my jeep at the entrance. Ступид вопрос? Почему бы ты просто прийти сюда и мне? Я предупреждал, что я был убежал от этого, не я? У меня есть стрелка где-то там. Ты должен использоваться для того, чтобы я дать тебе ключ. И еще один ступид вопрос. Где я должен брать? Этот комплекс огромный! Я использую мою цель, чтобы снимать видео о этой комнате и отправить его к тебе. Может, есть что-то здесь, что расскажет тебе, где я на этой поверхности. В любом случае, я сломаю ойла. Может, начнем с этого. Я отправлю ММС к тебе сейчас. Немного, чем один батареи бар. Пошли. Да, такого еще с нами не было. Ой. Грубко. Грубко. По ушам. Я укрепил мапу на дыру от Эмреи. Ага. Кстати говоря, только собирался сходить до джипа. Ну ладно. Нина это сделала за нас. Хорошо. Так. Ну и там такого, по-моему, еще делать не приходилось. Получать ММС и по ММС просверливать дыру в земле на месте раскопок, чтобы через нее человек мог передать нам ключ. То есть, ему вот проще не признаться, что его засыпало. То есть, я уже не понимаю такую логику. Ага. Так, корни. Большие корни. Какая-то арка. Опять этот знак. Он уже надоел. Так. Видео дает мне что-то, чтобы поймать. Я должен узнать, где эта арка находится и как получить Эмреи от этого. Так. Из всего видео я подчеркнул для себя... Для себя... Ой. Ну, вообще-то я подчеркнул для себя меньше вещей. Я подчеркнул для себя, что там есть какая-то арка. И есть, собственно, корни. Значит, есть дерево. Причем довольно большое. Давайте искать. Так. Ну, я... Так. Вход. Раскоп. Это, видимо... Город, что ли? Так. Он сказал, что он здесь. Ага. Похоже на правду. Так. Эпохмасло. Так. Эпохмасло. Так. А что если... Так. Одну подсказочку мы нашли. С рельефом на стене. Так. Минутку. Большой камень. Каменная плита. Лужа воды. Так. Я не думаю, что это ничего не может быть. Я не думаю... С рельефом на стене. Что с рельефом нужно делать с этим? Так. Ну, собственно, давайте искать. Я не знаю, как это сделать. А сюда мы не подходим, да? Жалко, жалко. Большой камень. Одну подсказочку. Я не могу двигаться. Ухм. 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 Я не знаю. Да. Ухм. Солидный рак. Ухм. 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 Так. Если вот так. так падает что не очень понимаю скажем здесь мы подсказку нашли хорошо запах масла шум летучих мышей так сходим сюда осоз а вот может него масло воняет пуст еще живет так колонн так вот это может подойти нет так может тебя воняет более я даже не знаю касты тут 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 шум двигателя вот вот Я. Ага. Так, ну мы все ближе и ближе. А, все нормально, смотрите-ка, видимо по каждому месту Роскова мы должны найти по одной подсказке, это хорошо. Я уж подумал, что надо все, короче говоря, места найти. Так, ну тут. Явно нету. Лезем обратно. Нет, здесь были. Сюда. Так, а вот тут уже, в принципе, знаете, больше походит на правду. Разве что летучие мыши? Так. Корни дерева, раз. Хорошо. Шов двигателя, подойдет. Да. Масляное пятно. Так. Да, да, да. Хорошо. Три подсказки. Кстати, странно, что нам не дали вот сейчас выбора, говорится, эту загадку решить простенько или сложно. Дизель пумп. Я думаю, что это пумпит вода из окна. Я не думаю, что пумпит вода из окна. Я не думаю, что пумпит будет остановиться. Есть ой. Нет. Ты смотрел пумпит? Нина, хорошая работа! А меня? Хвалить? Макс не зацветает. Ты реально способен. Да, Никас Малда. Ты говорил о моем детстве? А ты получил цепь? Я не уверен, что это не так легко. Нина, что ты так кричишь-то? Нина, что ты так кричишь-то? Есть хорошие метры между нами. Мы нужны какой-то способ, чтобы получить цепь к тебе. Хорошо, я думаю о что-то. Так. А у нас цепь есть, кстати. Давайте-ка цепь ему дадим. Хотя, знаете, я бы его лучше самого вытащил. Ну, мне так было бы проще с человеком как-то общаться. Тем более, если человеку угрожает опасность. Хотя, с другой стороны, если он здесь застрял, то до него точно не доберутся вот такие спецназовцы. В зеленых. В странных зеленых одеждах. Причем, довольно у них униформа-то странная. Я что-то даже за него не приметил, так сказать, с самого начала-то этого. Эмрай? Да? Я поднимаю цепь. Затянь ключ к ней. Так, давай. Здесь пролезет цепь. Хорошо, я получил. Уберите цепь. Уберите цепь. Уберите цепь. Уберите. Уберите. Такой у него... Явно арабский такой... Выговор. А почему явно арабский? Потому что, скажем, у меня есть знакомый. Который, собственно, является арабом. И выговор у него точно примерно такой же. Вот. Поэтому я могу себе такое позволить сказать. Что я буду найти здесь? Ну, правда, не Турк. Но, тем не менее. В общих чертах похоже. Ой. Знаете, ребята, вот сейчас я в данный момент, когда вот в это помещение зашли, и лампочка мигнула, у меня вспомнился почему-то Resident Evil Remake. Помните тот момент, когда нам надо было дождаться то ли лифта, то ли, скажем, когда дверь откроется? Я сейчас не очень помню. Но было вот примерно такое же темное помещение. И за нами бегал неубиваемый монстр. Точнее, за мной бегал неубиваемый монстр. Потому что это тогда я проходил не для канала. В принципе, кстати, для канала могу пройти. Если кому-то интересна такая идея. Вот. Кажется, Лиза Тревор или как-то ее звали. В общем, там такая своя история вот насчет этого, этой монстрюги. Да, в общем, если есть желание, изъявляйте ее в комментариях, да и в личных сообщениях. Пройду для канала и Remake, и Zero, пожалуйста. В принципе, как раз у меня сейчас завалялась какая-какая коллекция таких игр. А классику вспоминать иногда надо. Так. Берем. А то сейчас еще наглую что-нибудь свалится и все. Была Нина. И не будет. Так. Опа. Так, а если вот так еще раз? Он приедет? Ага. Так, ну зачем он тут это сделал, но я не очень понимаю. Что-то в голове закрывает... Он опрячет. Так... Так. Ускроем его, наверное, как ломиком. Так, ну... Жаль. Ладно. Так, не доступно. Так, 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 так... Хотя, знаете... идея пришла ко мне помню фильм терминатор самый первый терминатор те кто смотрел те помнят и понимаю что я хочу сделать до шварценеггера мы можем также давить как и этот ящик ой сейчас бы только были бы не сломался а то такие три четыре поездки все поперек шахты встанет вот так вот давай топу а это ток я думал топор я уже обрадовался думаю сейчас ух как хорошо будет а смопа а не птика стекла так ну давайте я не знаю вызове лифт а сарик он уже до конца вроде не опускается да ну ладно так идем в тоннель блин вот мне интересна позиция мр вот если он вот так вот вы застрял здесь не пытался ни с кем связаться ничего да вот то есть буду сидеть пока как говорится следующие археологи не придут и не найдут мне да то есть как уже как естественный материал ну ладно а я прошу клин и делала серый шалунья ладно нина у нас ой я пожалуй не буду против даже вот так все так иначе по ушам будет бить хорошо а я прошу клин и так него пистолет зачем не прошу конец конекты форме тела зачем он так ну нет ни на целиться не хочу давайте вот сюда что ли выстрелим так шо зачем сейчас опять по ушам а не нормально она канаме к ней прогресс на классе не архитка давай не просто два сделок еще молодец подожди что это за рельеф вообще давайте рассмотрим подожди шланг так ну давайте рельеф почистим я не знаю что нам это даст конечно дальше вот так эксперты эксперты ты говоришь ну ладно так оставим пока так я думаю вентиляционными отверстиями это не так ну да согласен а то есть разводным ключом ты чинишь а молотком ломаешь женская логика ладно хорошо хорошо ген паркер погоди это случайно не тот ли уважаемый которому мы могли прыгать так сказать подтасов подтасовали результаты 25 сантиметров до сих пор помню по моему да ну видите как отсылок к игре много так берем водички зачем не знаю да я согласен а давай молотком нет кстати хочу сказать насчет тут перевода любительского в принципе на самом деле ребята вот которые переводили игру достаточно хорошо постарались то есть подобрали хороший шрифт а игру стали переводить так как нужно в принципе то есть даже они сделали больше они именно поиграли в игру и собственно перевели ее как сказать там по логике вещей то есть то что подразумевалось в оригинале то есть они взяли да и подставили перевод перевод ну да с одной стороны точность перевода теряется но как бы с другой стороны добавляется как это не знаю в общем то добавляется больше что ли точно какого словесного описания так если кстати вы заметили что у меня мышка ключит ребят то извините мышка к сожалению поддерживает функцию переключение скорости плавности перемещения по моему как то так называется в общем то суть такой опции такова что под собственно разное разрешение под разные мониторы своя так сказать у данной мыши своя так сказать скорость определенная но дело в том что сейчас я играю на как вы наверное заметили довольно большом разрешении в том плане что как минимум качество идет full hd и качество идет полноэкранное то есть на ютюбе то есть это за 1300 разрешение идет сейчас точнее к сожалению не скажу уже немножко подзабыл надо ставить игру на паузу выходить в принципе я думаю одно того не стоит если кому то интересно в принципе пишите в комментариях я посмотрю вам скажу точнее так что это что это значит так вот зачем а в крошке артинт пара ну ну ладно хорошо мы сделали песок для чего а дизл помп чакин а давайте обойдем все по кругу то есть что а что а а а а если честно не знаю не скажу скажу тоже не знаю так так вот мышка крючет еще а уж не на идеи те еще а что поделать так а а что 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 если а а а а а а а а и красавец так ну так ну давайте давайте думать в принципе пока думаем можно что-нибудь интересное такое поделать ломать конечно да это ломать бессмысленно ты так вот насчет мышки собственно есть не такая функция вот как мыши у меня а4 тех собственно фирма то есть такая довольно простецкая мышь то есть игровая там от рассчитанная под какие-то онлайн игры и так далее и тому подобное то есть не 150 кнопок всего лишь собственно всего лишь 5 самом деле кнопочек включая колесико что еще могу сказать мышка так сказать чисто рабочего порядка то есть никаких излишек никакого извращенства в том плане что так подожди что-то мы делаем хорошо зачем так ну ладно а вот так значит ты хочешь делать хорошо так вот принципе то что там многие все говорят советую что скажем для игр лучше покупать скажем игровую гарнитуру игровую скажу мышь игровую клавиатуру как бы в принципе совет это отдельные но ребята все зависит во первом от вашего кармана от ваших предпочтений первую очередь на предпочтение больше наша карман то как бы пошел и заработал даже вот если ну если ты конечно там не знаю безголовый какой-нибудь инвалид которому все ли делать ты пойдешь там скажем и что-нибудь себе заработаешь даже совсем уж без тоже работы совсем уж дуб дубом называется вот в любом случае как бы все зависит от вас предпочтений скажем вот наушники скажем у меня да вы то есть я хорошо все слышу так спокойно что мы сделали и как нам это поможет так окей окей так это где собственно а шоу отлично так ну что может буровую славочку сюда прибудем ари как где она находится забыл здесь кажется да нина ты издеваешься что за прикола зачем ты так делаешь так все у меня внимательность уже ушла как говорится очень далеко и очень надолго вернется не скоро так что простите меня за подобные действия так и что он дает это вещь собственно давайте думать слушай может ее прокинуть так вопрос как это сделать так ну подожди подожди но так ну давай вот так сделаем так у меня появилась безумная идея по крайней мере пока пока я играю в игры серии secret files то есть у меня все идеи которые здесь воспринимаются как толковые в моей голове чудо отражается как безумные но тем не менее они работают так и мы сейчас будем запрожать так же тарзан а я не в голосе и сейчас уже довольно на дворе уже как говорится далеко за 11 так что не будем с ума сходить not really my area of expertise так не на него вбые мысли ты я сказал об тихо-тихо-тихо Все хорошо? Я все хорошо, спасибо. Я думал, что это было двери. А что вы думаете? Что история с Макс? Не знаю. Но если это место, почему они взяли Макс, тогда Бог помогает ему. Почему? Что ты делаешь? Ты не знаешь. Эта церковь... Ну, никогда. Не знаю. Это не было натуральные. Это место было убеждено на пути. На огромной высоте. И вот здесь. Макс обнаружил источники радиоактивных. Ничего опасного, но ничего не мог бы выяснить. Позвольте. Макс думал, что это было в том, что люди живут здесь. Но его теории были... безусловно. Он выяснил всю свою энергию в найти новую доказательность. Если он мог бы уничтожить и уничтожить специфики, он бы иметь definitивную доказательность, что контаминация произошла 10 000 лет назад. Что ты предлагаешь? Неудобно. Неудобно. Я знаю. Но Макс был уверен, что его теория была права. и поплатился за это, да? И поплатился за это, да? И поплатился за это, да? То есть, он обеспечил это? Он обнаружил что-то? Да! Он нашел новую доказательность радиоактивной? Нет. Но у меня есть. Неудобно. Все хорошо. Этот символ... Я... Не важно. Давайте продолжим с этим. Да. Нужно найти механизм, который открывает дверь. А ты думаешь, что там, что-то есть за это, что-то связано с Максом? Я вернусь на это. Посмотрите на это. Вау, впечатляет. Что все эти символы животные? Никакая идея. Некоторые символы являются необычными. Но я не вижу, как это позволяет нам помочь нам открыть дверь. Так что, что мы делаем сейчас? Я буду ждать, пока что-то. пока что-то вы решили? Археология, это не для тех, кто-то. Дальше против нас есть еще один слаб, который исчезает, когда ты подошел на него. Пойдите на него, да? Хорошо. Хорошо. По диагонали напротив? То есть, это вот это, да? Ага. Вы видите, я знаю системы от Деринкуи, легендарной подругой городской в Каппадосе. Теперь, все, что нужно сделать, это прыгать на слабы в среднем, в Торосе. Ты начнешь. Хорошо. Что? Что? Ой. Ой, ребята, это вообще какой-то кошмар. Так. Так, ну давайте думать, что тут может быть. Как вообще? антилопа. Ну, антилопа. Антилопа. Так. Тигры же двумя хвостами. Ага. Так. У меня есть подозрение, что как-то вот эти животные-мутанты нам должны помочь. С тремя. Я бы не сказал, что это третье крыло. Это скорее как-то просто криво нарисовано. Так. Ой, дайте-ка я поближе немножко сяду. Надо все осматриваться. Ага. 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 Так. А знаете, кажется, я знаю. Так. Давайте быка. Первый. Это бык. Шо? Так. Дальше. Ага. 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 Так. Ага. И у нас тут есть... Черт знает что у нас тут есть. Но. Ладно. так у нас вроде как тигр и тайга неправильно подожди почему вы где почему закрылась нажал переключить на этого дурочка вот переключиться на мр кнопка вот конечно здесь вот авторы игры немножко промахнулись в плане динамичности он видите скажем я хочу посмотреть инвентарь я нажимаю вниз я хочу выйти это уже нажимаю вниз это надо еще сидеть и с равной скоростью мыши все это делать здесь конечно минус минус автором игры пока что шо мрэ тигр так ой что у нас тут так я думаю что мы пошли ошибки а также балин так ну первые два шага вроде были правильные не? так Нина вернись вернись я все прощу так ну что слушайте я кстати говоря я хотел посмотреть какие то там гайды или что то в этой игре на всякий случай ну мало ли там будут не будут честно говоря даже как то и не нашел интернете ничего такого видимо видимо мы так сказать будем первопроходцами ну как первопроходцами наверняка уже на ютюбе есть те кто прошел данную игру причем прошел и кстати видела больше человек данное прохождение так погоди пока все правильно я думаю что мы пошли блин так ну пока я понял что по две плиты с каждой стороны с каждого края это нормально то есть жить можно так делай раз делай два делай три делай четыре делай пять делай пять делай шесть делай пять 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 скажем делай 7 бас ладно так сейчас всю серию на эту загадку и убью в принципе с другой стороны разберемся своими силами да и вы увидите вам будет интересно тоже как это делается пошагово согласитесь принципе намного скажем интереснее чем когда вам говорят через минуту продолжим и собственно вырезают то чуть ли не по 40 минут игрового времени скажем мне например это не очень приятно когда ну прошел человек ладно игру скажем хорошо прошел молодец но как бы пройти то он ее прошел но в итоге как он пока не показал как он это делает не очень-то тактично с устраивая анна и без выстреливый кстати при паука нас по-моему чуть не было и сник и крас так сюда а смотри-ка так тоже тоже можно ладно хорошо вау мейдит фух я же испугался получилось испугался резкого звука шо двери отъехала из стена точнее стена через чуточку дверь что это я скажу тебя сталкнут удар так ну что дорогие дамы и господа загадку мы решили принципе загадка была довольно интересной довольно сложный как оказалось ну и суть этой загадки была в том чтобы наступать на те плиты на которых были изображены так сказать неестественные животные то есть там вот птица с тремя и без так сказать тремя крыльями там саранча там с десятью ногами в общем то как то так для тех кто не догадался ну что ж давайте принципе на этом заканчивать данную серию следующую же собственно пойдем дальше что это за странное свечение узнаем в следующей ой следующей серии у нас есть счетчик гейгера и у нас есть нож майнайф хорошо а гайгер каунтер фамижер ингредиент так а на нину мы не хотим до переключаться ну ладно следующей серии видимо мы будем начинать играть за мр и скорее всего так и будем продолжать за него играть интересно игры у нас как персонаж долго ли продержится не знаю на всему свое время что же давайте заканчивать с вами был павел всем всего хорошего подписываемся на канал ставим пальцы вверх комментируем самое главное смотрим смотрим до конца смотрим с интересом ну что ж всем пока